Дмитрий Глуховский, я надеюсь, что вы нас слышите и видите, Дмитрий. Здравствуйте, я прекрасно слышу и вижу. Замечательно, спасибо вам огромное, что наше для нас время. Я знаю, что это было непросто, тем не менее. Дмитрий Глуховский, писатель, я думаю, отлично известна нашей аудитории, особенно по роману «Пост», но не только по роману «Пост», но и по целой огромной эпопеи, связанной с «Метро». Поэтому первый вопрос, Дмитрий, а в какую сторону мы сейчас с вами движемся? Во вселенную «Метро» или все-таки во вселенную «Поста»? Я думаю, что движение в сторону ядерного апокалипсиса, описанного в романе «Метро-2033» у нас приостановилось. Мне кажется, что по психотипу наши с вами правители, и судя по тому, как они себя ведут, как они боятся того, что на них чихнут или случайно заденут привязанным к автомату солдат почетного крылыша к ножом, или еще что с ним произойдет. Видимо, они умирать не собираются, поэтому, наверное, готовность у них к атомному апокалипсису и к другим самоубийственным видам внешней и внутренней политики довольно низкая. Конечно, когда мне читатели присылали в Инстаграм фотографии, которые они сами делали на станциях и в туннелях Киевского и Хайковского метро, где жизнь их выворачивается буквально как на страницах романов «Метро-2033-2035», они, конечно, меня до дрожжи пробирали этим самым. Да, я никак не рассчитывал на то, что все это каким-то образом реализуется. Потому что, конечно же, это никакие не пророческие видения меня посещали, а здесь просто прогностик работал. Но если ты пишешь антиутопию, развивая какой-то тревожный внешний тренд до гротеска, ты надеешься, что тем самым ты поможешь людям, по крайней мере, которые эту книгу прочли, каким-то образом от этого шаги остановиться и до этого не доходить. Вот мы видим, что какие-то самые невероятные, абсурдные сценарии и ужасные сценарии, которые мне казались абсолютно фантастическими, вдруг реализуются вокруг нас. Что касается поста... Продолжайте, пожалуйста. Извините, я хотела попросить вас как раз продолжить эту антиутопию вот с той точки, в которой мы оказались, но я к этому вопросу вернусь чуть позже. Прошу прощения, что я вас перебил. Да-да, нет-нет. И что касается книги поста, там немножко другое описывается, другое развитие событий, а именно бесконечные войны, которые приводят к практически гражданскому противостоянию, распаду России, и которому пытаются власть помешать, запуская среди своих недругов, среди своих недругов, боевое нейролингвистическое программирование, которое во власти называется «Темная тема», на родине называется «Бесторская молитва», и люди друг друга этим безумием через слова заражают, и потом превращаются в толку таких удержимых, которые бродят по уже опустевшим просторам нашей Родины, сжирая друг друга, а также их все на своем пути, в то время как в Москве монархия, от Запада полная изоляция, от России осталась только Московия, граница проходит по Волге, и по большому счету нечто напоминающее прежнюю жизнь творится только в пределах бульварного кольца, где даже есть электричество, вода, горячая подается бесперебойно, а у некоторых избранных есть возможность по бандой получать из Франции модные журналы, то время как все остальные этого лишены. Ну, в общем, такая вот история. В романе «Пост» описано. Я себя поймала на ощущение, что метро — это то, что происходит в Украине, а «Пост» — это то, что будет с Россией. Вы знаете, «Пост» — это конкретно про Россию, и написано это, исходя из всех последних общественно-политических трендов, которые в стране формировались за последние 8 лет. Где вы были последние 8 лет, набирались впечатлений для того, чтобы написать роман «Пост», и вот он написан. Кстати, я хотел отдельно сказать, что он у меня в Телеграм-канале выложен бесплатно, его можно читать и скачивать, делиться с друзьями и недругами. Так что я буду рад, если как можно больше людей его прочтет и пошерит дальше. Я хочу рассказать нашим зрителям о том, что до начала эфира у нас с Дмитрием состоялась такая небольшая заэфирная, за полисной беседой. Я как раз тоже спрашивала, что Дмитрий, как писатель, который зарабатывает написанием книг на жизнь, он вполне бы мог сейчас озолотиться на книге «Пост», учитывая, что все про нее сейчас говорят. Но Дмитрий сказал, что есть другая, более высокая цель, чтобы люди, которые прочитают книгу «Пост», смогли остановиться за шаг до пропасти, может быть, просто поугадывать. Вот если продолжать эту антиутопию, мы куда с вами упоремся? Вы знаете, ну, «Пост» описывает как раз события, происходящие 20 или 30 лет спустя. И с моей точки зрения, то, к чему ведет сейчас Владимир Владимирович Путин нашу самим многострадальную страну, в особенности в тот момент, когда он этот мир бренный покинет, к сожалению, учитывая безумное повышение ставок и вызывание из небытия таких, хотя бы темных сил, которых со временом черной сотни никто в русском народе не вызывал. И сил, которых, в общем, обратно, как джинну бутылку догнать, будет невозможно. И все это делается, учитывая, что исключительно для сохранения личной власти и для имитации или обеспечения общественной поддержки врата-убийстве ни в кого пролитнейшей войны, в которой, в том числе, гибнут в наших с вами согражданах. И все это дает очень неблагоприятный прогноз однозначно на то время, когда Владимир Владимирович Путин нас покинет. Режим персоналистский, все очень сильно заведено на него, конфликтов накапливается огромное количество, имущество все существенное в стране записано, как мы знаем с вами, на подставных лиц, силовой ресурс в руках совсем других персонажей, то будет, какая начнется война за наследство, и как она приведет, учитывая нехватку ресурсов, к разделению сфер влияния, в частности, географических. То есть, к сожалению, начинаю опасаться того, что начав войну против Украины, на самом деле он начал войну и против России. И как бы не получилось так, что после его ухода, а то и в процессе, Россия не перестала бы осуществлять как единое государство. Я повторюсь, что для меня этот сценарий равен апокалиптическому, я ни в коем случае не хотел бы, чтобы так случилось, но здесь не наша с вами вина, как и во всем остальном, что творится на наших глазах. Вы сказали, что Владимир Путин задумывал, наверное, или если не задумывал, то все-таки устроил войну на два фронта. Одна война в Украине, другая война против собственного населения. Давайте тогда так. У него это случайно получилось? Ну, я думаю, что война внутри России предполагалась против пятой колонны для подавления последних остатков и накомыслия и для подавления вообще, собственно, возможностей накомыслия, для приведения всей страны и к уже военной форме присяги, когда от всех требуется, всех, кто считает себя патриотом, требуется, ну, зиговать уже. То есть, безусловно, одобрять любые начинания власти, даже самые людоедские, те, которые творятся на наших глазах сегодня. И так получается, что, ну, сознательно или несознательно, да и к изоляции он, безусловно, готовый. Золотовалютные резервы перемещались из западных юридикций и юридикций восточные. Страна предпринимала массу мер для того, чтобы стать от Запада гораздо менее зависимой и переместить в сферу зависимости и подконтрольности в сторону Китая. То есть, была подготовка масштабная и в разных сферах, и в сферах размещения, и в сферах финансовой, независимой, так сказать, потому что в результате чего-то Запад захочет Россию от себя отделить, изолировать, и, возможно, это было даже неупознательной частью, как бы, кстати, девочек. То, что в целом, в последние годы война с Украиной готовилась, готовилась тщательно, разнообразно, по разным планам, от перевооружения армии, до вывода золотовалютных резервов, до заказа и размещения заказа на мобильные крематории, которые в мирной ситуации, разумеется, армии совершенно не нужны, до введения специальных законов, войну сопровождающих, таких как закон о спецоперациях, который предполагает засекречивание данных о жертвах и среди войск Российской Федерации, и среди мирных жителей, в случае спецоперации. И все это постепенно как бы в таянии от глаз общественности осуществлялось, потом только 24 февраля сложилось в последнем по точкам пазла единую картину, это позволяет сказать о том, что план был давно, и даже президенту США Джоу Байдену в нем была уготовлена незавидная роль просто полуторименного спаринг-партнера, эпизодического персонажа, который говорит, ну, давай, сейчас мирно решим. И условия выдвигаются такие, на которые президентская держава не может, советуем и невыполним. И когда он отказывается, мы попытались как бы, а теперь война. Ну, это операция. Объясните, пожалуйста, зачем Путину было так все усложнять? Он же по психотипу гедонист, как вы сами рассказывали. Яхту свою куда-то спрятал до начала войны, чтобы она не пострадала. Сладко жил, вкусно там, не знаю, спал. У него все было? Было все кроме... Желание к саморазрушению? Это не саморазрушение, нет. А что такое? Я думаю, что там есть объективные, просто возрастные, возможно, какие-то другие процессы разрушения, которым можно противопоставить, в особенности, если ты искренне не являешься глубоко религиозным человеком, можно противопоставить только вписание себя в историю, в гари истории. Мы же слышали все с вами эту историческую путинскую речь, которую он фактически объявлял в Украине войну, накануне, там, за два дня до вторжения. Он там все очень четко объяснил. И потом уже стали появляться какие-то запоздалые, другие лишние объяснения тому, почему нужно сейчас вводить войска, бомбить украинские города и почему гибнут российские солдаты и украинские мирные жители. Вначале он сказал все предельно понятно. Во-первых, он нам дал огромный исторический экспорт, в результате которого стало ясно, что он, во-первых, сравнивает себя постоянно с великими лидерами Советского Союза и России на протяжении веков, творившими историю нашего государства. Все время ставит себя в этот контекст. И задается вопрос, видимо, а я что? А где я в этом государстве? Вот я 20 лет процарствовал, как меня запомнил? Во-вторых, он четко обозначил, что Украину в то время считает недогосударством, ее возникновение на карте мира считает результатом, возможно, преступных ошибок как человек, пересобравший заново распаковку Советский Союз хотя бы в лайт-версии. Вот, собственно, так. Конечно, потому что генетическим характером но это все брендное, земное и он уже является возможным самым обеспеченным словиком на планете Земля. По крайней мере, американский, секретарь финансово-американский так говорил и, думаю, на основании каких-то изысканий говорил это. Но что же насчет вечности? Что же насчет исторических учебников? Хорошо, что исторические учебники в России издают братья Ротенберге. Но что в них писать? Все, что скажешь, тебя слушают каждую секунду твоего существования, каждый твой вдох протоколируется. Что угодно. Зачем эта катастрофа? Я не могу никак это понять. Да, потому что она не планировалась изначально как катастрофа. Изначально планировалась как маленькая победоносная, как бескровная, возможно, в той же степени насколько бескровным было в взятии Крыма спецоперация. Но уже с первых дней стало понятно, что спецоперация не получается. Получается кровище, получается война, получаются огромные человеческие жертвы, получается военный провал, получается, что российская армия, которая перевооружалась, перевооружалась, так и не перевооружилась, и все это начинает попахивать, во-первых, позором, во-вторых, военными преступлениями. Но тут уже, поскольку он сам лично эту войну объявлял Украине, по факту, получается так, что он свою репутацию поставил на фон. Как с этим быть? Ведь человек, который начал войну и не смог ее выиграть в авторитарном государстве, добивается ровно предположенного от того, что хотел добиться. Вместо того, чтобы укрепить свою легитимность и вписать своими в учебнике истории как победитель, он вписывается своими в историю как проигравший и теряет свою легитимность и непонятно, чем закончится управление, потому что на его способности внукать страх, почтение и выигрывать войны строится народное обожание и некий трепет и консенсус свидетельств. Что теперь делать? Здесь слишком много на карту поставлено. Но вы к тому самому народу и обращались у себя в Телеграм-канале. Кстати, давайте еще раз вернемся, напомним, что книга «Пост» она доступна, есть Телеграм-канал Дмитрия Глуховского, который так и называется, очень легко найти. 25 февраля у вас в Телеграм-канале вышел пост под заголовком «Разве ты хотел убивать?» и в конце было как будто бы воззвание. Ты заслужил нормальной человеческой жизни и ты должен ее требовать. Ты заслуживаешь будущего, ты заслуживаешь счастья. Мы все заслуживаем счастья и будущего. Где этот человек в системе, которую вы описали? Мне кажется, что за душу этого человека сейчас идет отчаянное сражение. И что и мастера пропаганды, работающие сейчас на Сатану, и, видимо, уже с этого контракта они не следующие, стараются сделать так, чтобы ответственность за войну и вина в войне как бы легла на плечи рядового россиянина. Поэтому хочется сказать, что рядовой россиянин во войне предупрежден не был. Он этой войны не хотел. И война его застала врасплох. И обычный человек, проснувшись утром 24 февраля и узнав, что Россия начала бомбить украинские города, включая Киев, предумеется, ощутил, в первую очередь, шок, во-вторых, безнадегу и ужас. Потому что этой войной масса табу была нарушена. Табу на отсутствие каких-то вооруженных крупномасштабных действий в Европе, которые, в общем, начиная с Второй мировой войны никто на континенте в таких масштабах и с такими целями не проводил. И табу на кровопролитную настоящую братоубийственную войну, которая, да, в какой-то степени шла, может быть, на Донбассе, но впервые приняла такой масштабный размер и впервые противопоставила окончательно, четко, и таран начала как-то, может, грубтовываться. Но нет, ее расковыряли и разодрали, и теперь это уже просто не рана, а рассеченное тело надвое между русским и украинским народами. И все люди, разумеется, испытывали глубочайший от этого шок. Потом, чтобы непонятно было, кто это все придумал, на своих заседаниях Совета Безопасности, было очень видно, чья это идея, кто был не в курсе, кого пытаются заставить под этим подписаться и как, нехотя и с каким испугом все эти люди под решением войну начать свои подписи так или на это ставят. И понятно было, что это и есть в общем акт круговой поруки, акт замазывания в крови украинцев, сначала высшего политического руководства, потом всего политического класса через голосование в парламенте и в Совете Федерации, потом через административно-бюрократические аппараты чиновников высшего звена, среднего звена, низшего звена, ректоров университетов, директоров больниц и косписов и так далее. Через эту компанию, в общем, с одной стороны, компания по идентификации свой-чужой, с другой стороны, это компания по вмазыванию в эту историю, в разделение ответственности за войну всего народа. И мне кажется, что задача любого думающего человека как раз не позволить им весь народ в эту историю вмазать, а народу разъяснять правду и не позволять никому сейчас так же случилось с немецким народом. С одной стороны, не позволять руководству спрятаться за спины простых людей, а с другой стороны, не позволить им совершить это преступление над душой русского народа, превратить, ну, русского, имеется в виду, инклюзивного обобщения, имеется в виду, любые национальности и культуры, проживающие на территории Российской Федерации. Не позволить им вызвать к жизни этих демонов фашизма, не позволить им втравить прямое соучастие в военных преступлениях и в геноциде, который еще не случился, наверное, но не кажется уже невозможным, всех людей, все граждане России. Простите, но вы оперируете сейчас словами народ, обычный человек, и все время вот он у вас в страдательном залоге, получается, народу нужно разъяснять, подождать, пока народ сам поймет, как будто бы не выход. Можно подождать лет 40, пока народ сам поймет. Можно подождать лет 40, пока народ сам поймет. И, наверное, я обольщаюсь, думая, что какой-то один писатель или 20 писателей или 100 писателей и 100 режиссеров и 200 актеров могут попытаться заставить махину историческую, которая является как бы судьба России или судьба народа каким-то образом хотя бы на миллиметр с этой колеи сдвинуть или замедлить ее движение туда. Но, с другой стороны, если все будут молчать и все будут бездействовать, то обреченность, с которой российская история покатится дальше в пропасть к разверению, расхотениванию, коллапсу и подморному распаду и разрушению будет еще больше. Ну, то есть, наверное, от меня ничего не зависит. Наверное, ну, сколько там человек, десятки тысяч, наверное, могут что-то прочесть из того, что я пишу. Я по своему поводу совершенно не обращаюсь, я понимаю, что я противостою в машине пропаганды, у которой ежедневная 100-миллионная аудитория, которая управляется мастерами своего дела и у них в распоряжении огромный, ничем не сравнимый материальный инструментарий, финансовые ресурсы и они все эти усилия и направлены только на то, чтобы заставить людей озвереть и оправдать правопролитие, принять его, согласиться с ним и, возможно, в нем дальше поучаствовать. Но, с другой стороны, что же теперь? Ничего не делать, ничего не делать? Так нет, нет, наоборот. Вот тут еще был вопрос, как быстро вы определили свою сторону в этой истории, Дмитрий? Потому что есть же миллионы человек, которые говорят, что все не так просто. Примерно у меня ушло. Почему у вас 30 секунд, а у них не 30? У них вот уже 50-й день идет и они все никак не решат. Ну, вы знаете, я не осуждаю людей, которые спрятались и молчат. Я, наверное, могу себе представить, что у них на душе, их там жизнь совершенно не подготовлена к таким резким движениям. Для них очень важен обывательский комфорт. Кто-то из них боится прямых санкций со стороны государства. Количество людей, которые себя определили как политически активные и готовы жертвовать даже свободу, но не говоря уже о материальном благосостоянии для того, чтобы либо сохранить совесть чистой, либо для того, чтобы попытаться что-то сделать для своей страны. Не так велико. Большая часть людей как настроена конформистами. Им не хочется свой, с трудом отстроенный за последние десятилетий быт разрушать просто потому, что сейчас в нашем правительстве началась война. Началась война. Они предпочитают просто отмолчаться, притвориться, что это всех не касается. Изо всех сил притворяются, что нормальная жизнь продолжается. Хотя очевидно совершенно, что ничего нормального происходящего сейчас нет. На таком же расстоянии от Москвы как Петербург, то есть там 4 часа на Сапсане. Сапсан, правда, не ходит туда, но вы можете представить, что вы садитесь и приезжаете в Харьков. Город, где ведутся активные боевые действия, который частично разрушен бомбардировками и обстрелами, где льется кровь гражданского населения. То есть вы можете из Москвы всех на поезд, если бы ходил туда такой поезд, за такое же состояние, как вы в Питер едете на выходные, доехать в ад настоящий. И вот об этом надо подумать. Что касается меня, то, во-первых, у меня в Киеве было и остается немало друзей, знакомых и партнеров каких-то. И всех этих людей я в сентябре еще видел, обнимался с ними. И я почувствовал, что конкретно этих людей если сейчас я промолчу, я предам. И у меня был момент еще ощущения момента истины. намного из того, что происходило в Российской Федерации в последнее время, можно было закрыть глаза, чтобы лишний раз для необходимости не рисковать. Какие-то моменты эмоционально пробивали тебя и приходилось высказываться. Например, когда Навального оправили, было непонятно, отравление, не отравление, и я промолчал. Когда его принимали в Московском авиапорту и был арест, я понял, что по этому поводу промолчать уже нельзя, потому что вымущение таково, что себя потом не будешь уважать. Ситуация была очень однозначной. И еще более однозначная ситуация была в случае с началом войны против Украины. Тут уже совершенно стало очевидно, где добро и где зло, и притворяться, что ты этого не замечаешь, стало совершенно невозможно. Ну, я думаю, что каждый человек, с одной стороны, ему страшновато, а с другой стороны, он думает, ну, что-то я, получается, засосал сейчас. И говорит, а как дальше ему с этим жить? И для разных людей, наверное, этот этап в разные точки поступает. Я же, но здесь, слава богу, был далеко не единственным. Тысяча людей из сферы искусства, из сферы науки, из гуманитарной области, из научно-технической, из самых разных, подписали открытые письма с требованием немедленно войну остановить. И это было, наверное, самое широкое протестное движение среди представителей интеллигенции, науки, культуры и так далее, которые за последние годы мы видели. Люди знали, что воспоследуют санкции, тем не менее, они открыто ставили свои имена фамилии под различными открытыми письмами. И выходили на улицы, и больше 16 тысяч человек оказались арестованы по итогам этих акций. То есть, на самом деле, учитывая, что мы с вами живем в уже тоталитарном государстве, люди проявили беспрецедентное мужество. Другое дело, что массовое движение так и не стало, потому что большая часть людей очень испугалась, побоялась, что теперь их собственная жизнь будет разрушена, и приложили максимум усилий для того, чтобы сохранить свою собственную жизнь, даже если этот комфортный мир оказывается оплаченную кровью украинцев. Смотрите, Дмитрий, вот дилемма «засал не засал» мне очень понятно, потому что санкции существенные, никто не хочет терять свободу, а экономические санкции они и так догонят и придушат. Но давайте вернемся к еще одному вашему высказыванию, тоже большой текст с заголовком «Я не хочу в это верить», тоже есть в вашем телеграм-канале. Я обратила внимание на следующий абзац. «С победы в Великой Отечественной войне, мы так называем ту часть Второй мировой, которая затронул Советский Союз, и полета Юрия Гагарина в космос у моей страны больше не было триумфов, у людей не было причин гордиться своей Родиной». Скажите, а вот эти 30 лет тогда что мешало условному народу, за которым сейчас нужно бороться, нужно ему объяснять, принимать его внимание, что вот он ему страшно, он боится, мы все это понимаем. Вот 30 лет до 24 февраля сделаем отсечку. Что мешало создавать поводы для гордости, нащупать себя в истории, в собственной жизни и не плыть по течению? Людям что мешало или что мешало государству? Давайте пролетим. Люди просто занимались выживанием. Людям было сначала нечего жрать совсем, потом они стали чуть-чуть что-то вроде бы чуть-чуть себе как бы на жизнь зарабатывать, но у них горизон планирования был на месяц вперед, потом ситуация стала ухудшаться, появились потребительские кредиты, они попали в зависимости от начала, кто-то от ипотеки средний класс, а люди победнее от потребительских кредитов, попали от них просто, ну, попали в кабалу кредит, но и просто от месяца к месяцу тупо выживали. Вот этим они и занимались. Но запрос, у них разумеется, кроме того, надо понимать, что наш человек неспроста, конечно, а потому что так удобно государству, так удобно режиму, бесправен и лишен возможности испытывать ощущение там собственно достоинства в повседневной жизни, потому что, как только он это почувствует, он потребует это государство, и государство всячески дает ему почувствовать и понять, что он бесправен и слово его ничего не значит и, если что, может прийти человек в мунтире, человек в погонах и его раздавить просто-напросто. Но потребность самоуважения огромная. Разумеется, А флустрация повседневная и озлобленность из-за ощущения убогости собственной жизни тоже огромная. Люди хотят, разумеется, ощутить тогда, по крайней мере, гордость за свою страну, раз нельзя подсчитывать уважение к себе, уважение к стране тогда, ну, сублимация такая происходит. И, ну, запрос был, а возможности удалять этот запрос в государстве практически не было. Кроме, наверное, Крыма, который действительно эфирически так был воспринят, потому что это, в общем, плюс-минус и бескровная была история, и как бы была имитация восстановления российского величия и вставания с колен, вот вызываю, я помню, какой энтузиазм был, когда Россия в четверть финала чемпионата Европы в футболу вышла. То есть люди никакого отношения к футболу не имеющие, ликовали, запомнили улицы ночной Москвы с флагами и так далее. В этот момент для меня стало понятно, насколько наш человек мечтает гордиться своей страной по-любому поводу. Четверть финала победа над голландцами, четверть финала чемпионата Европы, который был клевый повод, вызвала настоящую поданную эйфорию. И похоже, что-то было, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, и выяснилось вдруг, что мы можем быть настоящей, обычной, современной страной, открытой миру, что милиционеры могут улыбаться, они обязаны с угрюмым таблом волочь людей куда-то за стенки и насаживать их на бутылочное стекло и так далее, и могут вести себя, оказывается, как обычные современные люди в обычном современном мире. Это тоже была определенная эйфория. Россия там ничего особенно не добилась, и повода для гордости не было. Гордость, кстати, на Сочинской олимпиаде оказалась исполчена тем, что она, оказывается, была основана на дотомовых подкасовках. А гордость по поводу Крыма тоже была замылена Донбассом и Сирийской войной. И, в общем, все это быстро сдулось, потому что кушать перестало становиться что? Я не могу вам не говорить. Да, вы сказали про кредиты. Как будто бы во всем виноваты кредиты. Мы все прекрасно знаем про плохую... Нет, во всем виноваты не кредиты. Во всем виноваты не способны государство наладить достойную человеческую жизнь, потому что государство ориентировано на воссоздание помещичества, дворянства, хочет и видит себя люди, попавшие во власть. Хотя они, безусловно, очень простые люди, совершенно никакие не представители наследной аристократии, хотят себя видеть помещиками, хотят себя видеть дворянами, хотят максимально дистанцироваться от этого простого человека. Ему отводится роль безгласного крепостного, который должен быть ровно настолько обеспечен едой, чтобы во всем от подачи следующей зависеть, и который должен быть безгласен и бесправен. И люди во власть попадающие немедленно окукливаются, от того самого простого человека отгораживаются, и всячески от него стараются дистанцироваться, в том числе при помощи эмилисейских дубинок и, возможно, в скором времени солдатских штыков. Скажите, а что должно произойти, чтобы этот эпитет простой перестал стоять перед человеком? Знаете, во Франции произошла Великая Французская революция, которая предшествовала и сопровождала просвещение, эпоха просвещения. Я думаю, что в России эпоха просвещения так никогда и не состоялась. У нас была эпоха ликбеза, но это была ликвидация безграмотности, прежде всего, буквально-математической. Людей научили читать, но не дали им правильные тексты. Очень важно, чтобы в России пришла и состоялась эпоха просвещения, только через образование, только через определенные тексты и смыслы, которые внушают людям уважение к себе, ощущение необходимости свободы, желание защищать, необходимости настаивать на защите и соблюдении своих собственных прав, как уважение к собственному достоинству, отношение к государству не как к некой станции спущенной с небес и потому безгрешной, с которой надо соглашаться во всех случаях, отношение к ней как к временному управленческому аппарату, к которому народ имеет полное право отчитываться о своей деятельности, которую он может и сменяет на регулярной основе, желание и требование, прежде всего, не иллюзия имперского величия, а желание и требование нормальной человеческой жизни. Вот это все, плюс информирование, плюс вакцинация от политических манипуляций, понимание устройства политпропаганды, понимание устройства манипулирования обществом, понимание устройства диктатур и внедрение механизмов, которые должны этого защищать, разделение ветвей власти, пресечение возможностей оборудования авторитарного государства, все это должно, безусловно, входить в набор базовой грамотности, который людям уже старшей классу школы должен преподаваться. Иначе мы обречены в какое-то время еще жить планхроничным, более средневековым, наркобетным государством, а потом неизбежно государство не вынесет вызовов извне и начнет, будучи подверженным контрабежным трендам, распадаться. И никто этого не хочет. Все, что вы описали, вполне себе, может быть, политической программой, которая будет реализовываться десятилетиями, потому что отменить, откатить назад вот эту вруберизацию, вот этот вот рефлекс, который был привит, что если ты где-то хочешь что-то там высказать, то тебя неминуемо за это потом накажут, десятилетия на это уйдут, как минимум, во всяком случае, в моем представлении. А сейчас что делать, Дмитрий? У нас нет вот этих десяти лет, чтобы люди сейчас проснулись и сказали, я не хочу, чтобы бомбили роддом в Мариуполе, я не хочу, чтобы тела оставлялись в мирных городах и вместо них машины загружались стиральными машинами, блендерами и так далее. Ну, вы, вот это мера ответственности, понимаете, но мы с вами не виноваты в том, что случилось. И большая часть населения России абсолютно не виновата. Вина за происходящее распределяется между очень ограниченным кругом людей. Это люди, принимавшие решения о начале войны, это люди, оправдывающие средства массовой информации, ведение войны, изыскивающие любые предлоги для того, чтобы объяснить, что у кого пролить нормально, что оно допустимо. Это люди, идеологически обосновывающие это. Вот эти люди, но и те, кто, разумеется, принимал участие в военных преступлениях, напрямую виноваты в этом. Но ответственны, действительно, за происходящее, в том числе и мы с вами. И каждый в меру своих возможностей и в меру того, чем он занимается, каким ресурсом обладает, должен и может, может и должен что-то этой войне предоставлять. Я не говорю обязательно о политическом активизме, я говорю о поддержке украинских беженцев и о, буквально, просто телефонных звонках от человека к человеку, никаких пожертвований, тех, кто занимается информацией на журналистов о распространении правды касательно ситуации. То есть за то, что происходит, поскольку эта война творится от нашего с вами лица, от лица всей России, утверждается, что это Россия ведет войну против Украины. Утверждается, что это наш народ, как бы, поддерживает эту войну. То есть меры нашей ответственности за происходящее всячески своими действиями и словами доказывать, что эта война не наша, не в наших интересах, объяснять свое отношение к ней, подчеркивать, что она преступна, подчеркивать, что она братоубийственна, протягивать руку украинцам, насколько это возможно, насколько они захотят эту протянутую руку принять, четко обозначать свое к ней отношение. Понимаете, есть же все-таки, не только мы с вами, скажу я так нескромно, и те, кто нас сейчас слушает и поддерживает, понимают, что к чему. Вот в России, в частности, вот в Москве, например, в Санкт-Петербурге уже известны случаи, когда человек, который нашел в себе силы выступить против, был потом, не знаю, оштрафован, например. Если посмотреть сейчас, допустим, у меня открыт сайт русской службы BBC, здесь прямо подборка всех этих дел о фейках, где кого-то сажают в СИЗО, кто-то платит штраф. И каждая такая история заканчивается вот примерной фразой. Его увидел охранник в магазине, пошел и сдал. Человека, который стоял с атомиком войны и мира у Стеллы Киева на Красной площади, на него тоже донесла прохожая. Как будто бы оформляется вот вторая такая большая-большая категория людей, которые с большой радостью вернутся в эпоху доносов, в эпоху всяких разных жалоб и так далее, и так далее. Вот как вот это движение внутри народа остановить и нужно ли его останавливать? И что вообще вот делать с теми, кто сейчас, возможно, послушает наш с вами эфир, пойдет и напишет какую-нибудь жалобу? Слушайте, ну, во-первых, я бы, наверное, разграничил людей, которые просто готовы любых человеческих существ кушать. И сегодня там государство указывает пальцем на украинцев, а завтра оно укажет пальцем на кавказцев. А послезавтра, как оно указывало, уже на чечен. А потом оно указывает пальцем на евреев, а потом еще на кого-нибудь пальцем. И, ну, наверное, есть там какие-нибудь 5% керносотенного элемента, которые просто долго ждали своего часа, подавляли себе бурлящую ненависть ко всем людям, и теперь очень рады, что кого-то можно вполне на законных основаниях ненавидеть, и кому-то эту ненависть стоит проявлять. Мне кажется, что любая кипящая в человеке глухая злоба является следствием глубокой неудовлетворенности человека жизнью, обидами, которые ему нанесли, или тем, что он считает нанесенными обидами. В очень большой степени эта маниакальная одержимость реваншем, которая заменяет на сейчас России идеологию, и которая пестуется телевизионными каналами и всеми доступными ток-шоу, она в очень большой степени обидовыдуманная. Россия не проигрывала холодную войну. Россия не была побеждена Соединенными Штатами Америки и Крестинным Западом. Советский Союз распался не из-за того, что КРУ вооружало маджафедов в Афганистане, и не действовала среди советского руководства никакая пятая колонна, никакая агентура КРУ. Советский Союз обанкротился как социально-экономическая модель. Советский Союз не выдержал конкуренции в сфере оборонки, которую сам на себя взвалил. Советский Союз просто исчерпал себя, он перестал быть тем, чем собирался быть, он не нес людям ни справедливости, ни недостатка, ни благосостояния. Он отказался от левых идей, по большому счету, превратился в громоздкую, неуклюжую и неориентированную на человека герократическую структуру, которая к тому же периодически наваливалась в своей каменной заднице неспредельное государство, удушивая людей там-то там. Поэтому ощущения обиды не обоснованы. И всем этим людям и тут эти просто укачей. Но это фрустрированные такие бабки, тетки, дядьки, подростки задроченные, которые свои личные обиды и неудачи переносли на государственный уровень и рады возможности на ком-то отыграться. Это пассивная агрессия, когда ты стучишь от своих соседей. Лучший способ это излечиться, дать людям возможность зажить человеческой жизнью. То есть можно это осуждать, но пока ты не разберешься в психологических причинах происходящего, ты эту болезнь не излечишь. И все люди, которые так оживленно поддерживают войну в Украине, я думаю, в первую очередь, на самом деле они обозлены не на украинцев, не на американцев. Они обозлены на самом деле на свое собственное политическое руководство. Только они даже самим себе об этом думать запрещают, потому что, если ты скажешь об этом в плуг, то тебе накостыляют сразу же. А если ты признаешься себе в этом, но не скажешь вслух, то будешь себя ощущать трусом. Это очень комфортно. Люди хотят ощущать себя на стороне добра, хотят ощущать свою сопричастность к ней, к великой миссии, к большому делу, потому что это позволит им преодолеть и ощущение бессмысленности жизни, и ощущение какой-то глобальной высшей цели своего существования. Это снимает массу экзистенциальных тревог. То есть я бы на самом деле психотерапию прописал нашему народу, а не огульно его всего замазывал кровью украинцев, как это пытается сделать телевизионная пропаганда и политическое руководство. Надо людям дать возможность выхода из ситуации. Мы не совершили сейчас еще того, что совершил немецкий народ во время Второй мировой войны. Далеко, слава богу, мы находимся от тех масштабов жертв, разрушений, военных преступлений, геноцида настоящего, которым повинен немецкий народ. Мы пока все еще к этой роли примериваемся. И очень, конечно, заинтересована власть эту ответственность по всему народу размазать, потому что тогда ответственность конкретных людей, принимавших решения, конкретных людей, произносивших призывы с экрана, установить будет уже не то, что невозможно, но устанавливать ее будет бессмысленно. Потому что виноватых будет слишком много. Это та же самая круговая порука, когда кровью мажутся все, и поэтому наказывает одного, кого-то бессмысленны. И эта дорога никуда, потому что она будет означать экзистенциальную войну между Россией и Украиной, экзистенциальную войну между Россией и цивилизованным миром. Я не желаю России поражения в фатальной войне с Западом, не желаю России распада, я точно не желаю своему народу озверения и разъедающего душу, потому что он поддался этому разъедающему душу воздействию. Надо наоборот, людям помочь сохранить себя, надо людям помочь выйти из этой ситуации с сохраненной душой, объясняя им, что они не обязаны войну поддерживать. Это не наша война, это не ваша война, это не война от лица и во имя наших национальных интересов. Российскому народу от него будет это хуже, отношение украинцев это просто преступление. Надо остановиться, никто не обязан этой войне сочувствовать и сопереживать, кроме тех людей, которые ее начали, кроме тех людей, которые свою жизнь, свою репутацию поставили на карту, объявив эту войну. Все остальные должны иметь возможность как-то это искупить, как-то за это покаяться и спасти.